Сейчас буквально каждый ожидает появления у биткоина Spot ETF. Но уже есть продукты, аналогичные тому, что мы называем Bitcoin ETF. А называются они Bitcoin Trust. И крупнейший существующий биткоин-траст, который называется Bitcoin Trust Grayscale, содержащий у себя 625 тысяч биткоинов, снова пришел в движение. Премия фонду превратилась в скидку. И эта скидка в настоящий момент снова сокращается. Но что это значит для биткоина? Что это значит для будущего Spot ETF биткоина? Об этом более подробно я расскажу в этом выпуске. И поехали. И с учетом сказанного, как дела, ребята, с вами Саня Декрей. И добро пожаловать в очередной выпуск. Как только что я упоминал, буквально каждый говорит о Spot ETF биткоина. Что мы с вами можем увидеть на более мелком таймфрейме для биткоина, скажем, в одном часе? Ведь как только всего лишь потенциально бычьи новости появляются насчет одобрения биткоин-ИДФ, цена биткоина поднимается на несколько сот долларов. Но как только появляются слегка негативные новости, цена падает обратно. Но что, если я посмотрю на крупную картину? Что на самом деле означает биткоин-спот ETF? Посмотрите сюда. Сейчас у нас уже есть самый крупный в мире биткоин-траст, у которого есть 625 тысяч биткоинов. Это означает, что выраженные в американских долларах активы под управлением составляют примерно 19,5 миллиардов американских долларов. Если мы сравним эти 625 тысяч биткоинов со всем оборотом биткоинов, то получим 3,3%. Это также с учетом всех биткоинов, которые были потеряны, когда люди уже не могут найти свои приватные ключи, а также биткоины Сатоши, которые он намайнил на ранних стадиях сети биткоина. Итак, 3,3% и потенциально даже больше. Это определенно очень много. Нам это нужно проанализировать, и это то, что мы с вами сделаем. Но вкратце расскажу, как такие трасты работают. По сути, Grayscale имеет обеспечение этого огромного объема биткоинов, а затем они выдают свои акции своим покупателям, своим клиентам. И каждая акция в настоящий момент содержит 0.00090371 биткоина. То есть в настоящий момент речь идет о примерно 700 миллионов акций, которые они могут продать клиентам. И становится довольно очевидным, что в таком трасте, которое поделено на акции, должна быть премия или скидка. А на этом графике я построил размер вознаграждения GBTC, то есть разница между ценой биткоина этого траста в сравнении с ценой биткоина на спот-маркете, который сейчас составляет примерно 30 500 долларов. И если мы сравним данную премию с тем, что было ранее, и посмотрим на то, что происходит сейчас, то получится очень интересная картина. Ранее, пару лет назад, инвесторы, институциональные инвесторы, они так отчаянно хотели войти в биткоин, что платили до 140% сверх цены для покупки биткоина в трасте Грейскейл, по сравнению с тем, чтобы они заплатили на рынке спот. Но зачем они это делали? Что ж, все просто. Если вы институционал и хотите инвестировать в биткоин, то вы не просто покупаете аппаратный кошелек Ledger и вешаете его себе на шею, в котором хранятся ваши приватные ключи, а вы, как генеральный директор, единственный, кто знает эти ключи. Так не работает. Большинство этих институционалов, и это то, что нам говорит данный график, они не могут, не способны или не желают обеспечивать собственные действия по безопасности для управления приватными ключами. И что же они делают? А они работают с риском по аутсорсу, передавая данную работу экспертам, то есть в биткоин траст Грейскейл, который уже существует и делает это с 2013-го. И на протяжении очень большого времени они платили за биткоин больше в этот биткоин траст. Но если мы с вами посмотрим на этот график, то произошло следующее. Вот здесь, где эта пунктирная белая линия, в этой точке данная премия превратилась в скидку. Это было начало 2021-го, и мы скоро вернемся к разбору причин того, почему это произошло. Их на самом деле несколько, и мы об этом поговорим. Но произошло то, что с начала 2021-го года премия траста GBTC превратилась в скидку. Таким образом, если сейчас вы хотите инвестировать в биткоин через GBTC, вы платите меньше, чем те биткоины, которые содержатся в фонде, по сравнению с ценой на спот-рынке. И еще большую интересность данной истории придает то, что данная скидка становилась все больше и больше с течением времени. Но сейчас все снова возвращается. В настоящий момент скидка составляет около 30%, поэтому, если ее сравнить с ценой биткоина на спот, то получится купить в грейскейл биткоин на 30% дешевле. Но похоже, что люди особо это уже не делают на протяжении нескольких лет. И говоря о переломном моменте, то похоже, что люди больше уже не заинтересованы в GBTC. И таким образом, это очень интересно проанализировать, что здесь произошло. И хочу еще раз вам напомнить, почему мы все это делаем. Смотрите, речь идет о трасте, в котором содержится 3,3% всех биткоинов, находящихся в обращении. 625 тысяч биткоинов. Это больше, чем в MicroStrategy и большинства бирж. Не говоря, конечно, о Binance. У них примерно 1 миллион биткоинов. Так, к слову. Так что же случилось с премией, которая превратилась в скидку? А это произошло из-за первого в мире запуска Bitcoin Spot ETF по всему миру. И для некоторых из вас это, возможно, будет новой информацией. Так как, да, уже существует Bitcoin Spot ETF. Но только в США. Вот этот был запущен в Канаде. А это новости от 18 февраля 2021. И речь здесь идет о нескольких миллионах, которые были привлечены в первые часы начала торгов. И все выглядит довольно хорошо. Институциональные инвесторы это видят. И в этом видят лучшие варианты для себя, нежели работа с биткоин-трастом Grayscale. И вот почему премия этого биткоин-траста превратилась в скидку. А все больше инвестиций поступает вот сюда. Но как это все выглядит сегодня? Как мы можем сравнить этот канадский биткоин-ИДФ с биткоин-траст Grayscale? Что ж, честно говоря, ситуация идет не так, как хотелось. Если мы посмотрим на это вот здесь, то речь пойдет всего лишь о... примерно 27 тысяч биткоинов. На самом деле 28 тысяч. И сравнивая это с трастом Grayscale в размере 635 тысяч биткоинов, это будет не так много. Наиболее вероятно это потому, что, что ж, США по-прежнему остается крупным лидером, если речь идет о финансах. Как вы знаете, о Уолл-стрит знают буквально все. И я думаю, что большинство институциональных инвесторов по-прежнему делают основные ставки на США. Они ждут появления спот-ИДФ именно в США. И до тех пор, пока этого не произошло, они по-прежнему используют биткоин-траст Grayscale. И это, возможно, наиболее вероятная причина того, почему сейчас скидка Grayscale в настоящий момент снова падает. Сейчас вы не получите такую скидку, которую могли бы получить две недели назад. Почему? Что ж, потому что это очень похоже на то, мы приближаемся все ближе и ближе к американскому биткоину спот-ИДФ. По крайней мере, инвесторы на это делают ставки. Сейчас ситуация очень похожа на то, что инвесторы, особенно институциональные инвесторы, в большей степени заинтересованы в ИДФ, чем в трассе. Почему? Потому что структура ИДФ немного другая. Здесь речь в основном об активном и пассивном управлении, имеющимися активами. И, конечно же, потому что ИДФ устоялся в большей степени. Мы об этом уже говорили. Если появится биткоин-спот ИДФ, то это принесет биткоину легитимность. И среди институциональных инвесторов ИДФ, похоже, ценится по-прежнему выше. Они, скорее всего, инвестируют в ИДФ, нежели в траст. И об этом говорит нам данный график. Но какие выводы мы здесь можем сделать? Прежде всего, мы видим, что институциональные инвесторы делают не то, что делаем мы с вами. Также мы можем сказать, что данное развитие событий выглядит довольно красиво, потому что биткоины, которые находятся в управлении у кого-то еще, не должны стоить больше, чем биткоин, который я могу купить сам. На спотовом рынке биржи, а потом поместить на аппаратный кошелек. Ни ваши ключи, ни ваши монеты, верно? И мы об этом также уже говорили. Это очень хорошее развитие событий на территории биткоина. Также этот график говорит, что люди начали понимать, что на этой территории, потому что, помните, они платили гораздо больше за биткоин, чем те, кто управлял ключами самостоятельно. А теперь они поняли, «Хей, я хочу сам хранить свои собственные ключи. Я хочу, чтобы мои биткоины были на моем аппаратном кошельке». Также все эти истории с биржами, смешиванием средств, торговля с плечом за счет денег клиентов, а также банкротства, все это также помогло тому, чтобы люди начали понимать, а также и институционалы начали понимать, что «Хей, не твои ключи, не твои монеты». Отличный поворот. Но сейчас, когда законодательство все больше поворачивается в сторону крипто, становится похожим, что биткоин-траст Грейскейл также собирается стать ETF. И вот почему люди и институционалы все больше интересуются инвестициями в биткоин-траст Грейскейл. Итак, какие мы здесь можем сделать выводы? Институционалы думают не так, как думаем мы с вами. Они думают не так, как думаю я или вы. Они не говорят, «Окей, я хочу управлять своими собственными ключами». Так как если они находятся не в своей среде, и нужно делать что-то совершенно новое, возможно, они просто не хотят это делать, думая обо всем этом. Посмотрите на операционную безопасность крупных компаний и подумайте, как они этим управляют. Они просто это отдают на аутсорс. И при помощи ETF для них это сделать гораздо проще. Или это лучше законодательно урегулировано, или же они просто чувствуют более комфортно себя, инвестируя в биткоин-етф, нежели в биткоин-траст. И хочу прояснить. Нет, биткоин-траст Грейскейл пока еще не подтверждает, что он биткоин-етф. Но это очень похоже, что они трансформируют свой траст в ETF в течение времени. А особенно, учитывая BlackRock, Bitwise, Valkyrie и так далее, все подают заявки в SEC для образования биткоин-етф. Поэтому очень вероятно, что в последующие несколько месяцев, и максимум через год-два, мы увидим, как спотовый биткоин-етф снова откроет свои врата для всех институциональных инвесторов. Лично я верю в то, что если мы увидим все больше ETF в будущем, то актуальность спот-биткоин-траста Грейскейл снова пойдет на убыль. Но в настоящий момент они все еще очень большие. Это значительно самый большой траст, который существует больше 10 лет. И что мы с вами сейчас наблюдаем на всех этих новостях про ETF является интересным. Институционалы по-прежнему желают платить еще больше. Да, хоть это меньше, чем на споте, но они снова готовы платить больше за эти акции. Так как они видят в этом будущее. И я также полагаю, что и они полагают, что биткоин-спот ETF уже где-то неподалеку. Я думаю, что большинство из вас, ребят, уже имели эти бесконечные разговоры с друзьями и семьями, а они попросту не верят в ваш биткоин. Они говорят, что биткоин — это скам, это финансовая пирамида, и никто не собирается покупать биткоин. А биткоин скоро потеряет свою актуальность. Но, хей, институциональные деньги не дремлют. Они готовятся. Они готовят свои врата. Они готовятся покупать. Они готовят к стадиальной хранению для своих клиентов. И еще раз, ребят, если BlackRock и все остальные предлагают биткоин-спот ETF своим клиентам, это также и в их интересах — видеть растущую цену биткоина. И они об этом не молчат. Если BlackRock получит одобрение от SEC, они сразу же расскажут своим клиентам. И вы, ребята, наверное, догадываетесь, что могут сделать клиенты BlackRock с... общение дляufflений настоя Raspberry Pi piые przeходные. Продолжение следует... alla bạn.